Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать в мой влог. Меня зовут Дмитрий и здесь мы говорим, обсуждаем и дегустируем виски. Сегодня у нас виски обзор номер 71 и будем говорить мы, как всегда, как чаще всего точнее, мы говорим о шотландских односолодах виски. Сегодня не исключение и сегодня у нас будет на обзоре вот этот замечательный напиток, который называется Old Potney. К моей большой радости он появился в Израиле. И в магазине, где я работаю, я тоже его заказал. И я заказал, в общем-то, появилась вся линейка, ну вся основная линейка, я бы не сказал, вся линейка, но вся основная линейка. Это 12-летний, 17-летний и 21 год выдержки. Вот бутылка, которая у меня тоже здесь присутствует, я ее тоже купил. Но обзор мы не сегодня будем делать, а сегодня у нас на обзоре будет вот этот вот 12-летний замечательный напиток. Дистиллерия Old Potney. Дистиллерия Old Potney у нас находится в регионе Хайланд. И дистиллерия Old Potney является у нас самой северной дистиллерией Шотландии, которая находится на материке. То есть на материковой части Шотландии. Севернее есть у нас еще две дистиллерии, которые географически более северно находятся. Но они уже находятся у нас на острове, который называется Оркни. И на этом острове, соответственно, вы знаете, находятся дистиллерия Скапа и дистиллерия Highland Park. Две дистиллерии, о которых я уже говорил, делал обзоры виски и Highland Park и Скапа. Кстати, вот, но материковая часть Шотландии, вот у нас заканчивается она здесь. И на самом побережье, в местечке, которое называется Уик, у нас находится дистиллерия Old Potney. Old Potney дистиллерия, которая была основана в 1826 году Джеймсоном Хендерсоном. И Old Potney, кстати, интересная деталь, Old Potney единственная дистиллерия во всей Шотландии, которая была названа в честь человека, то есть в честь по имени человека, которого звали С.С. Уильям Полтни. И он, кстати, умер за 10 лет до основания дистиллерии, он умер только в 1805, только в 1804 году, за 20 лет до основания дистиллерии, где-то примерно. И он был, он являлся говенер или директор ассоциации рыбаков Великобритании. На сегодняшний день, ну это вольный мой перевод, на сегодняшний день, можно, наверное, это как эквивалент, он был министром рыбной промышленности Великобритании. Соответственно, сэр у нас дается только, титул сэр дается только королевской семьей, или королем, или королевой. Не помню, кто на тот момент был у нас у трона, на троне точнее. И, соответственно, в честь его было названо, названо Дистиллерия, когда она образовалась. Кстати, городок, в котором находится город Вит, в котором находится Дистиллерия, он тоже был построен одним архитектором, который, самая интересная деталь, что все улицы города были названы в честь его друзей, то есть по именам его друзей. Так вот, основали они Дистиллерия, была основана в 1826 году. Ну, кстати, семья Хендерсон владела этой дистиллерией впоследствии практически почти 100 лет, до 1920 года. Деревушка, впоследствии город, был известен тем, что находился на самом побережье, он находится на самом побережье, и в XIX веке был расцвет там рыбной промышленности, то есть вылавливали хиринг, вот эти вот селедки, которые вы кушаете, в основном это двух видов, если вы знаете, это хиринг и матес. Вот, хиринг там ловили, и в момент расцвета эта деревушка, в общем-то, насчитывало даже иногда до тысячи рыболовецких судов, которые базировались в бухте этого города. Вот, кстати, еще одна очень интересная деталь. Дистиллерия находится в черте города. На самом деле, я не задумывался об этом, но оказалось, что в черте города в Шотландии, а мы знаем, в Шотландии более 100 дистиллерий, всего находится 4 дистиллерии. Это, соответственно, Old Potney, который находится в черте города, это дистиллерия Springbank, это дистиллерия Alban и дистиллерия, какая у нас еще дистиллерия, это Bomor, Bomor-Nile, но она находится в черте города. Вот, в общем-то и все, все остальные дистиллерии, которые у нас находятся в Шотландии, они находятся за чертой города. Как я уже сказал, деревушка процветала, и, соответственно, одна из причин построили там дистиллерию, чтобы отчасти обеспечивать тех рыбаков, которые там работали и жили, соответственно, алкоголем. На самом деле, вся транспортировка, которая шла, в том числе транспортировка виски, она переходила именно по морю, потому что не было там никакой ветки железной дороги, даже и близко. И весь транспорт и вся, в общем-то, транспортировка готового продукта и сырья, она происходила по морю на лодках и кораблях. Вот. Чем еще интересна дистиллерия? Дистиллерия, как я уже сказал, семья Хендерсона владела ей почти 100 лет, но после того, как в 1920 году дистиллерия была продана, кстати, продана... В разные времена владели очень даже известные компании, очень даже известные люди. В 1920 году была продана Джону Дюворсу, кстати. Она известная бленд, вы знаете, Дюворс. Вот. Потом она была частью дистиллерс компании. Вот. Была она, кстати, и Хиром Уолкином куплена. Хиром Уолкин известный тем, что он владел брендом Балантайнс. И, кстати, в определенные моменты выиски Волк Портни являлась очень значительной, значимой частью этого бленда. Вот. Кстати, Хиром Уолкин, который в 1955 году выкупил дистиллерию, он ее и реконструировал, кстати. Вот. Но об этом чуть попозже. Интересная деталь. До 1930 года дистиллерия работала нормально, но в 1929 году дистиллерия закрылась. Закрылась она почему, я сейчас объясню. В начале 20 века был серьезный кризис рыбной промышленности, серьезный кризис водороболовецкого всего этого бизнеса. И огромное количество людей потеряло, соответственно, работу. И вы понимаете, то есть местечко, где куча рыбаков, у которых нет работы и которым нечем заняться, они, естественно, принимали, занимались тем, что пили алкоголь. И местная власть, то есть местный муниципалитет округа, они объявили в этом округе сухой закон. Вот. Причем это было в 1929 году, как раз тогда же, когда заканчивался уже, по сути, были последние годы сухого закона в США. Причем интересная деталь, и я этого не знал, но наткнулся, когда искал информацию, историческую информацию о дистиллерии Волопутнии. Оказывается, около 50 округов Великобритании именно в то время, плюс-минус в то время, приняли у себя местные сухие законы. Поэтому получилось так, что дистиллерия какое-то время, она еще работала, то есть она была, по сути, в городе, в котором был сухой закон, но была действующая дистиллерия, но, соответственно, в 1930 году ее пришлось закрыть, потому что не было. То есть производство, если бы оно продолжалось, нужно было бы куда-то это продавать. Вот, все. И до 1939 году отменили этот сухой закон, было принято, что это, в общем-то, неэффективно, как и любое ограничение чего-либо, история доказана, что оно неэффективно. Это, кстати, касается и сухого закона Соединенных Штатов, как мы все знаем, в результате которого образовалась Коза-Ностро-Мафия, которую мы сегодня знаем в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, в общем-то, структура и основы были положены именно во времена сухого закона, и начальный капитал был создан именно в это время. То же самое было принято решение отменить, и в 1900, но дистиллерия была закрыта порядка 20 лет, пока ее не выкупили в 1955 году, реконструировал Хиром Уолкер, в 1958 он реконструировал ее, и в 1959 оттуда убрали, как раз было до этого свой Малтингс, так и у многих дистиллерий того периода, убрали Малтингс, начали закупать уже готовое сырье, зерно, уже готовое у известных Малтингс, но мы об этом очень много говорили. На данный момент, да, кстати, в момент реконструкции в 1955 году, в 1958, простите, было до этого в дистиллерии три перегонных куба, был один вош стил, соответственно, первой перегонки большой, и было два маленьких спирит стила. После реконструкции они заменили два маленьких спирит стила на один побольше, и, соответственно, на сегодняшний день у нас дистиллерия имеет два перегонных куба, соответственно, один вош, один спирит стил, и производство у нас примерно где-то миллион литров чистого алкоголя в год, что, в общем-то, не очень много, но и, в общем-то, и не очень мало. Причем, интересная деталь, что до... на сегодняшний день, кстати, опять же меняло, но после этого еще несколько раз владельцев, и на сегодняшний день владелец компании, который принадлежит дистиллерии Олд Потни, это Инверхаус. Инверхаус, тоже известная, в общем-то, компания, вот, и у нас в 1997 году они запустили вот эту вот линейку односолодовых виски, которые мы сегодня знаем, и которые сегодня довольно распространенная, то есть начали они выпускать 12-летний, потом, соответственно, 17-21, это у них как бы основная линейка, но у них есть всевозможные еще, как и все компании сегодня вышли всевозможные без указания возраста, так называемые новые стейтменты, к сожалению, вот, но при этом все, что делает Олд Потни, в общем-то, оно качественно, даже те новые стейтменты, есть у них навигатор, есть у них еще, по-моему, несколько выпусков вот нового и стейтмента, все они очень-очень качественные, кроме 12-летнего, который у нас, что мы здесь имеем, кстати, мы здесь имеем 40% алкоголя, то есть минимальная допустимая законом крепость, вот, имеем мы холодную фильтрацию здесь, вот, насчет цвета я не уверен, возможно, посмотрите, цвет у нас очень такой, сейчас мы давайте нальем лучше, в стаканчике лучше смотреть на цвет, нальем мы цвет, посмотрим, цвет очень у нас такой светлый цвет и, в общем-то, я допускаю, что даже цвет натуральный, кроме вот этого релиса, все остальные релисы у них 46% алкоголя, в частности, 17-летний, 21 год, 17-летний и 21 год не проходят холодную фильтрацию, что указано, кстати, у нас на этикетке, там где-то важно указать, обратите внимание, Unchill Filtered написано, вот, и на 17-летнем, кстати, то же самое указано, вот, и огромный-огромный плюс, то, что он очень доступный, во всяком случае, в моем магазине, окей, и сразу, естественно, я это делаю постоянно, я сравниваю ценовую политику, как она стоит, допустим, в той же Англии, вот, на Whisky Exchange обычно, или на, еще второй сайт забор, наверное, вот, и обнаружил я, что, если 12-летний у нас цена плюс-минус одинаковая с Англией, то 17-летний и 21 год, разница в цене у нас примерно на 30-40% дешевле, то есть, вот этот вот 21-летний напиток у меня в магазине на полке стоит меньше 100 долларов бутылка, соответственно, мне он выходит гораздо дешевле, но даже для простого, обычного человека, кого покупает выдержанный, а 21 год это серьезно выдержанный виски, сделанный 46% без холодной фильтрации, без добавки цвета, это, в общем-то, очень-очень хорошая цена, кстати, в Англии он стоит, он стоит почти 100 фунтов с тех, что примерно 150 долларов США, вот, это серьезная такая, серьезная уже, более серьезная цена, и это у нас гораздо дешевле, гораздо доступнее. Окей, неважно, ну, есть у вас масса людей, тех, кто меня смотрит, какая-то часть людей, которые, эти аспекты ценовые особенно, они интересные, но они пишут мне в комментах, вот, так что я пытаюсь, не всегда у меня получается, но пытаюсь до того, вот, этот аспект. Давайте мы начнем дегустировать, давайте мы сразу капнем, маленькую капельку, сразу предупреждаю, этот виски в воду, даже те, те релизы, которые в очковой крепости, или релизы 46%, очень маленькую капельку, лучше воды совсем мало добавлять, можно даже не добавлять, 12-летний, можно даже не добавлять. Нос у него очень интересный, на первый взгляд, я когда сидел вчера и пробовал пару драмов, в общем-то, разбирался во вкусах и запахах, вот, на первый взгляд, сразу может показаться, что, когда открываете бутылку, дайте ей постоять немножко, потому что может показаться, что вот эти вот off-notes, то есть, те сивушные вот эти тона, которые присутствуют, как бы, они как бы сивушные. На самом деле, если покопаться и разобраться, это больше морские нотки, поскольку у нас олдпотник, кстати, у нас является дистиллерий, которые очень сильное влияние, морское влияние, там и бочки выстаиваются, хранятся на складах, которые подвержены вот этому морскому бризу, влажность морская, морская соль, это сказывается на конечном продукте, соответственно, и очень качественный у них сам спирт, который они делают, очень качественная дистилляция. Поэтому может показаться сразу, но это больше морские тона, это морские тона, это больше морская соль, это у нас йод присутствует, у нас присутствуют водоросли, и потом у нас начинает он раскрываться и показывает свою цветочную фруктовую составляющую. И цветочная фруктовая составляющая, у нас весь спектр идет апельсиновый, то есть, ну не апельсиновый, даже цитрусовый, но сладкий цитрусовый, скорее вот эти вот апельсин, мандарин, клементина, вот это вот. У нас сладкий спектр, манго есть, присутствует у нас яблоко, причем желтое сладкое яблоко, не зеленое. Цветочный спектр. И, как вы обратили внимание, у меня уже здесь стоит стаканчик со вчерашнего дня, который я оставил, причем он даже не был закрыт, он просто стоял. Часто я это делаю, отчасти для того, чтобы потом понюхать на завтра, что нам там открылось и как у нас эволюционировало на стенках стакана, а отчасти из-за того, что, конечно, вечером ломает меня мыть посуду. Вот. Здесь у нас очень явно выраженные такие ванильные, карамельные, сладкие тона. Вот после того, как постоял стакан, у вас это выражено. Это есть и здесь, это все присутствует, причем присутствует, интересно, оно присутствует параллельно. То есть, есть у нас вот эти вот maritime notes, то есть, вот морские эти ноты. Весь спектр. Морская соль, морской брис, морской йод, водоросли и прочее, прочее, прочее. Кстати, чем-то он мне напоминает, отдаленно он мне напоминает скорее Бунагавен. Виски, которые я очень-очень люблю, очень-очень уважаю, 12-летний Бунагавен, читаю вообще одним из моих моих любимых виски, новая версия, кстати, 2009 года, которая, которая 46%, с натуральным цветом, нефильтрованным и прочее, прочее, прочее. Великолепно. Чем-то он мне напоминает вот эти нотки. И сразу вам скажу, друзья мои, это виски, которые не для начинающих. Это виски, которые я бы не рекомендовал с него начинать. Для тех из вас, кто только открывает мир односового двух виски, не начинайте с олд-потни. Начинайте с чего-то более такого глотарного, даже на английском я не знаю, то, которое с питковых, более питких напитков, более такого, с пейс-сайда. Олд-потни это чуть-чуть больше, конечно, для специалистов, потому что он очень комплексный. Он очень комплексный, он очень, не то что для специалистов, как бы, не считаю себя каким-то большим специалистом, но для людей, которые уже знают весь спектр, то есть они знают и любят тот же Гунахавен, или те же торфяные сорта, те же арт-беги. При этом любят они спейс-сайд. Все вот тут вот насыщенно у нас, все скомпоновано, но при этом очень комплексно и очень-очень-очень насыщенно. Поэтому для, наверное, начинающего открывателя я бы это не советовал, начинать с олд-потни. Но очень хороший нос, очень хороший. При этом, как я уже сказал, я повторюсь, изначально кажется, что вот это вот всеушная тона, но это нет. Разобраться, покопаться, там на заднем плане много чего. При этом, интересная тоже деталь, торф не чувствуется, потому что он, в общем-то, он как бы не торфяной, хотя у него есть какая-то торфяная составляющая. Но вот здесь, при всей, при той сладости, в стакане, который постоял ночь, есть и торфяные нотки, которые более ярко выражены, чем в самом стакане с виски, который вы нюхаете. Давайте попробуем. При этом, очень интересная деталь. Это один из тех виски, где запах не очень соответствует вкусу. То есть на вкус он более сладкий, он более фруктовый. Вообще нету никаких морских ноток на вкус, как раз они не ощущаются, самое что интересное. На вкус ощущаются у вас свежие фрукты, у вас персики, сладкие цитрусовые, у вас присутствуют ореховые тона какие-то. Знаете, на вкус марципан, может быть, может быть орех какой-то, даже не могу определить какой. Но вот этот вот весь спектр, он присутствует, и на вкус он великолепный. При этом очень мягкий и с довольно долгим для 40 градусов финишем, согревающим. И очень-очень хороший. То есть виски очень-очень качественно сделаны, комплексы, насыщенные, сложные. Поставим ему оценку, я хотел ему поставить 87, но поставлю ему, наверное, 88, я передумал. Сейчас второй раз я его пробую. Хотя это мой не первый, не второй раз, когда я пробую Олдпотни. Первый раз я пробовал Олдпотни, это было, наверное, года 3 или 4 назад. Вот именно 12-летний, и тоже он произвел на меня очень хорошее впечатление. Это было, правда, за границей, не здесь. Что еще интересно? Склады Олдпотни, у них возможность содержать примерно, точнее, капасики на английском. Это такое емкое слово. Вместимость складов Олдпотни примерно 30 тысяч бочер. Вот, очень довольно большие склады. Присутствуют, соответственно, у них и выдержанные. У них есть, кстати, в линейке 25-летние выдержанные сорта, и, по-моему, 30 лет. Есть, как я уже сказал, выпуски бочковой крепости очень много. Линейка довольно обширная Олдпотни. Вот, и, в общем-то, очень рекомендую. Бочки, да, бочки, хотел рассказать про бочки. Забыл, в основном бочки, которые используются на Олдпотни, это бочки из-под бурбона. Бурбонные бочки, хотя у них есть и хересные бочки, которые они используют в каких-то определенных релизах. Но, в основном, в основном, в основном задействованы бочки из-под бурбона. Они и Олдпотни используют бочки из-под бурбона. В общем-то, очень качественный продукт. Кстати, бочки очень качественные здесь. Я думаю, что такие очень активные. Первое, максимум второе заполняемости. Очень рекомендую. Очень доступный. Покупайте, друзья мои. Для тех, кто будет у меня в городе, можете зайти в мой магазин. Я живу в Лате. Ну, не мой магазин, там, где я работаю. Вот. Цена очень доступная. Вот. Вот, в общем-то, и все, что я сегодня хотел вам сказать. Если что-то забыл, пишите в комменты. Если кто-то не подписался, подписывайтесь. Меня можете найти на YouTube. Пейте, главное, правильно. Пейте ответственно. Пейте мало. И качественные напитки. Спасибо за внимание. Увидимся.